здорово карпятники зима на дворе но так или иначе готовиться к новому сезону всем нужно и мы приехали на наш любимый водоем это аэроскопаловский традиционный выезд зимой и здесь есть очень интересные изменения на самом водоеме чуть попозже я вам все покажу и расскажу а пока мы приехали сейчас переоденемся конечно же попробуем поставить на лунки всякие балансиры эти поставушки попробуем поймать рыбу ну и расскажем что и как расскажем о планах на будущий сезон ну и покажем какие изменения здесь на водоеме произошли ну и конечно же зимняя рыбалка на палском не может обходиться без того что мы не будем рыбачить сейчас мы вместе с лёшей отправляемся на туда вот к первым вторым третьим четвертым пятым шестим секторам для того чтобы там попытаться что-то поймать уже стемнело мы приехали вот вы видели мое включение когда это было днем пока мы расположились и так далее мы все настроили переоделись вот в ночь отправляемся на рыбалку погнали вот мы находимся в двенадцатом секторе именно здесь в этом секторе весной все участники нашего карта феста в мае который будет проходить на водоеме полоски вот мы находимся здесь и пока здесь лед и мы можем вступить на твердую воду очень скользко но когда все вы здесь окажетесь у тех кто будет участвовать на фестивале здесь мы стоять и здесь будет локация маркерение то есть этого места мы будем бросать туда нашу маркерную оснастку и этап как раз заключается в том чтобы научить начинающей команды маркериться есть воздальномерно нет воздальномера все это здесь мы будем делать двенадцатом секторе ну а пока по прямой чтобы сократить время мы отправляемся туда первым сектором для того чтобы успешно поймать хоть какую-то рыбу нам конечно же нужно пробурить несколько лунок у нас по плану поставить огромную плотность на водоеме полоски и это занимает огромное количество времени можно пилили несколько лунок но вот надо заснять как мы это делаем наконец-таки какой глубокий лед вот именно в эту шикарную луку мы сейчас спасают 30 паста уши каждый год в январе или феврале в зависимости от погоды мы стараемся по традиции приехать на павловский на зимнюю рыбалку вот смотрите лунка недавно здесь были рыбаки сейчас уже темно но мы идем проверять наши жерлицы и каждый год конечно немножко отличается друг от друга вот в этом году например на водоеме в текущую погоду стоит вот такой прям ровный лед не знаю можно даже брать коньки наверно и кататься предыдущие годы вы смотрели наши видосы мы сюда приезжали какой-то год было много снега какой-то год было такое что было лед а надо льдом стояла сантиметров 20-30 просто воды но вот сейчас просто лед для передвижения это очень комфортно давайте посмотрим насколько будет комфортно в плане рыбалки и улова так вот ребята встали что-то обсуждать мы хотим показать сейчас мы прожектор дадим его туда надо камеру перевести вот стоит наши жерлицы видно или нет вот они такие лучики но они отсвечиваются да немножко видно немножко видно только если на них направить фонарик да да и там где чуть повыше флажок это значит там открытый открытый но мы должны как настоящие рыбаки пройтись по всем этим что такое открытый открытый так она плевка там какой-то движняк соответственно вот мы огромное количество уже установили с помощью легки конечно и мы сейчас пойдем посмотрим есть подозрение на один что он чуть выше чем остальные но это проверить поэтому прогуляться делаем традиционный обход да но что хочется сказать что это на самом деле невероятное ощущение когда ты находишься на водоеме павловский здесь мы проводим все наши спортивные соревнования сюда даже можно приехать на обычную рыбалку здесь огромное количество рыбы без лоба ну крайне редко кто-либо отсюда может уехать эти игры все про лето ну про сезон когда открытая вода но ощущение вероятные в том что ты находишься вот во всех этих секторах где мы рисуем карты там все такое но сейчас лед твердый мы находимся прям на месте ловли да и вот сейчас мы обсуждали возможно мы как-нибудь сюда еще приедем когда лед будет уже отходить можно настрелить лунок опускать камеру потому что рыба стоит либо в русле либо вот на ближе там дамбе где самое глубокое место и возможно у нас получится заснять как рыба зимует возможно я надеюсь что еще уверен что это будет интересно всем вам и мне в том числе после этого особо глобально никогда не видел но сейчас ощущение такие что мы ходим там где летом и конечно пройтись не можем мы находимся прямо в центре водоем павловский сейчас мы идем смотреть если у нас работки мы сейчас в каком секторе находимся сейчас седьмом да так при этом мы от берега находимся примерно метров 70 метров наверное ну да я вам хочу рассказать про наш новый фонарь который поступил продавшись недавно я не знаю видно есть надпись что значит не знаю конечно видно видно безусловно это надпись карту d и здесь мы имеем с вами коротко расскажу в этом фильме вот такой синий светодиод синий спектр фонаря он очень далеко светит если сейчас видите придет туда камеру вот мы до того сектора где-то метров 50 70 мы определили он спокойно добивает этот синий свет синий спектр нам нужно для того чтобы посвятить лески когда мы занимаемся классической карповый ловли когда открытая вода вы забросили ваши лески находятся в воде если вы используете лески которые имеют способность отражать вот этот синий свет то соответственно вы можете посмотреть куда вы забросили и также вы можете контролировать рыбу на вываживании потому что эту леску она светится как светофор в этом синем спектре но и конечно же здесь есть еще белый свет всего четыре режима яркий белый он достаточно далеко светит вот я смотрю на все эти поставушки с ложками и мы их до сих пор сейчас видим то свет отражается потом здесь есть второй тусклый свет средний точнее и совсем тусклый это для того чтобы вы могли находиться в своей палатке когда вам нужно что-то подвязывать и при этом не нужно тратить много электричества много энергии из этого фонаря и он вас не ослеплял когда вы находитесь в палатке вяжите например ваши палатки ну а сейчас мы включаем самый яркий белый свет и идем смотреть на наши поставушки у тебя вот сбоку еще горит что-то зеленым и что значит зеленый говорит он заряжен это здесь да да здесь горит зеленый значит он заряжен как только вы здесь увидите креал красный свет и значит он разряжается вам нужно ставить ваш фонарик на подзарядку здесь usb type-c разъем поэтому вы можете его быстро зарядить ну можно быстро зарядка его заряжать внутри аккумулятор поэтому это никаких проблем на такие батарейки покупать очень все вот так выглядит классическая история когда там нас лунка заряженный флажок леска опущена вниз и присыпано все это снегом для того чтобы ничего не промерзла не замерзла как только случится сработка флажок поднимается соответственно у нас поклевка у нас есть подозрение что там у нас есть одна сработка поэтому предлагаю отправиться кто и поставушки и посмотреть есть там что-то или нет или это ложность итак у нас есть одна сработка где на лёха посвяти вон она вон она у просто супер прожектор мы отправляемся прямо к ней скользит коньки нужно как на байкале все порядке на всю разу не спеша так подумай потихоньку однокровно поднимаем кажется холостая кажется там что то есть да команда карты умеет ловить рыбу не только летом напалась ко мной зимой поэтому кто хочет оторваться по рыбе обязательно должен приехать сюда это точно здесь можно сделать так 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 есть рыбка палоска вот такая вот это щучка а кто профессионал мы профессионалы так что ребята кто хочет плавить зимний зимнюю рыбку на палском это шикарно можно сделать чуть попозже вам расскажем быт который здесь ребята устроили на палоском я думаю что это будет интересно ну что ребята не зря вы приехали сюда и это какой сектор витяй ну-ка да наверное где-то 5 4 слушайте ну вот такая рыбка на самом деле погода шикарная просто невероятная погода лед видите какой очень такой твердый нет никакой слякоти мы просто получаем истинное удовольствие от того что мы делаем мы поставили огромное количество вот этих пастушек это было прикольно ну и поймали успех за нами не зря мы сюда приехали на самом деле эта традиция если вы посмотрели все серии цикл у нас есть такой зимний зимняя ловля как команда которая занимается карпой ловли и приезжает зимой на палоске все время половить оторваться там по щуке потом не знаю кто окунь клюет молчуку только ловили есть цикл роликов у нас на канале посмотрите если хотите в общем история такая интересная так что одна рыбка есть но у нас еще есть там пастушке их надо проверить но одно себе в плюс мы ставим вот видите мои руки до на улице минус пять я их помыл в лунке от рыбы они дубеют холодина но к чему это все говорю это к тому что рыбалка какая бы она ни была карпа рыбалка зимняя рыбалка так или иначе приносит всем нам настоящим рыбакам удовольствие именно ради этого мы и приезжаем на рыбалке ловим получаем какие-то эмоции вот руки задубели а у меня просто на душе кайф и ликбез конечно потому что наш канал он все-таки такой просветительский для того чтобы понять какая перед вами рыба самка или самец назовем это так вот у щуки если нижняя губа вот так выступает над верхней загиб не вот так девочка то это самка девочка ну и по этой видно сразу что у нее видите животик такой с икрой поэтому это самка поэтому если кто не знал возьмите себе на вооружение это щука была на два целых килограмма это очень круто для такого времени года потому что вот мы когда подъехали на самом деле был очень такой не клёвый день рыбаки которые здесь находились практически ничего не поймали потому что такая не не клёвая погода но когда приезжает карту дына павловский на свой родной водоем тут же вся рыба которая здесь находится неважно карпа ты или щука безусловно пытается сесть на нашей снасти вот им поищу к над факелом его теперь наша снасть это тройничок с грузилом теперь задача отмерить глубину опускаем на дно идет натяг пока идет до слабины ждем удара до подымаем на поводок длину вот так а потом подматываем две катушки все рассматривать другую сторону на себя вот теперь подматывать всю смесь который он размотал надо мазать обратно так вот можно финально домотали убрали слабину все отпускаем заряжаем обратно спаде вставляем подматываем две катушки это у нас 30 сантиметров от 1 все уже знаем тоже вес находится 30 сантиметров от 1 заряжаем фиксируем на фиксируем замочек сейчас будем насаживать живца теперь мы должны мы проверили глубину вот так метр два три почти три метра три метра для карпятников которые будут смотреть это видео а будут ловить летом в районе 5 6 7 секторов глубина здесь на дистанции 50 60 метров 330 получается 330 да поэтому кто рисует карты все записывайте если ходить на ближайшке 330 50 метров отмеряете все щуки ваши находитесь пупок и посмотрите не только в карпишинге есть красота которую мы там наводим до когда у вас палки слева направо заброшены 4 удилища все вряд стоят красиво в рядок зимнюю карпишинге вот посмотрите тоже рядок выставляется вот так видите в ряд и мы прям пытаемся зацепить всю ту рыбу которая будет идти проход когда будет у рыбы мы тоже пытаемся всю подловить и в общем заманить в ловушку ну а мы идем к третьему сектору чемпионскому где нам удалось завоевать звание чемпионов россии чемпионский сектор любимый где-то здесь рядом мы сейчас к нему отправляемся и будем находиться сверху на тех местах где мы ловили огромное количество рыб за сутки я как сейчас помню история была как нас тренер алифтин васильевич большой вам привет мы за ночь поймали много рыб и мы такие с серохой сидим сейчас похвастаемся сколько рыб поймали мы уже идем там в топе алифтин васильевич приходит и говорит ну сколько рыб поймали мы такие там 18 рыб там условно за ночь он такой мы такие 18 рыб он такой типа плохо надо было еще больше мы такие как плохо лучше всех но мы отловили за ночь у нас огромное количество рыб но так дальше начали понимал что мы должны быть еще больше для того чтобы стремиться к лучшим результатам ну вот сейчас мы находимся практически над этим сектором чуть-чуть осталось ну и вот очень прикольно вступить на третий сектор не с той стороны с берега как привыкли карпятники а со стороны твердой воды здесь конечно же самое ближайшее время через пару месяцев нужно стоять на изготовку и на 100 там 50 170 180 метров кто куда может начнутся сражения на шикарном водоеме павловский самом деле вот я вам там в предыдущем кадре говорю что ощущение невероятно именно так оно и есть потому что здесь мы прожили часть нашей жизни часть истории команды car today где мы здесь боролись завоевали наши там титулы вот это ну часть нашей жизни поэтому очень так прикольно и весьма атмосферно а сейчас мы по воде по твердой воде можем вернуться к себе на базу прямо по толще льда можем добраться до нашего как вы могли видеть ночью мы поймали щуку все было прекрасно у нас было шикарное настроение и вот рассказываем про те нововведения которые теперь появились на в доме павловский тоже здесь бывал знает вот этот долг который находится за моей спиной но теперь это гостевой дом с двумя отдельными два крыла слева и справа где можно теперь остановиться что внутри пойдем сейчас посмотрим и вот какая здесь теперь история вот это первое крыло здесь есть несколько спален вот такая первая комната здесь две кровати есть вторая комната с двумя кроватями и третья комната здесь же двойная кровать это для семейных пар они могут находиться и конечно то чего не хватало на водоеме это здесь теперь есть душ вот здесь понятно у раковина туалет и наконец-то на павловском появился душ прекрасный ну и вот такое помещение где можно находиться здесь будет чайник холодильник телевизор все есть и ровно такое зеркальное помещение есть другой стороны теперь кто хочет приехать на павловский семьей прекрасно можно арендовать вот такое помещение ну и глава семейства может сначала порыбачить потом семья может находиться здесь или наоборот и глава семейства находится здесь а прекрасная там супруга или дети могут рыбачить в общем мы просто хотим рассказать о том что теперь есть здесь вот такой гостевой шикарный домик и еще очень важный момент здесь есть теперь отопление вот мы находимся на зимней рыбалке сейчас где-то минус 6 градусов прекрасно стоит батарея очень тепло Мы переночевались с Фитяем с комфортом В общем, добро пожаловать на Павловский Ну а мы пойдем займемся нашими прямыми обязанностями Посмотрим, сработали у нас еще наши постовушки Ну и закончился день, нам пора уже ехать домой За световой день мы не поймали никаких рыб Но на самом деле мы уже занимались другими вопросами Мы на Павловском еще также обсуждали с ребятами Предстоящие наши все мероприятия, которые будут проходить летом Наметили, у нас есть рабочая группа Все нужные вопросы мы решили В общем, мы заряжены Администрация здесь заряжена, спасибо вам огромное За такую работу и подготовку И надеюсь, что весной, когда будет у нас уже наш фест Все будет готово Ну а мы отправляемся домой У нас у тебя осталось где-то часа 4 Так что поехали Спасибо, что посмотрели этот ролик Поставьте лайк, если понравилось Если какие-то есть вопросы за зимнюю рыбалку Либо за летнюю, либо за водоем Павловский Пишите в комментариях Я думаю, что мы вам на все ответим И подскажем ответы на все любые ваши вопросы Все, всем пока Увидимся в самом ближайшем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok